Мужчины приветствуют! Я уверен, что большинство из вас за период своей активной трудовой деятельности не раз меняли место работы. Я думаю, где-то в среднем 3-4 раза. Уверен, даже редко кто на одном месте всю жизнь поработал, за исключением в государствах, организациях. А кто на частной компании, там и 5, и 6 раз. Я лично раз в 7, наверное, в различных организациях работал. Официально только запись от сродовой. И так раз, два, три неофициально еще работал, подрабатывал. В этом нет ничего удивительного. Не стоит бояться этого. Ну, по жизни так, что на одном месте ты всю жизнь не проработаешь. Нужно быть к этому готовым и как-то рассчитывать свои шаги наперед, чтобы так, если пришлось менять работу, то чтобы это не было неожиданностью. И вот я думаю, что, ну, наверное, все-таки большинство, если вот так вот откровенно говорить, когда пишут заявление на увольнение, кладут начальнику непосредственно на стол, который там пишет, не возражаю, ну, среднему начальнику, там, цеха, участка, либо отдела. Ну, пишем обычно имя там генерального директора, ну, там, изначально все-таки со своим начальником говоришь. И вот, наверное, все-таки многие ждут, да, вот, что у тебя начальник спрашивает, ну, что там, Иваныч, да, решил уволиться. Может быть, тебе там поговорить, зарплату тебе поднимут, там, в отпуск сходишь. А вот он как-то подписывает, да, там, не возражаю. А может, и не подписывает, может, это не надо вашей организации. И вы как-то, вот, не знаю, скомканно уходите, да, там, сдавать вещи, инструменты, что там за вами закреплено, чтобы расчетные получить и уже работать в другом месте. Ну, просто принцип, да, такой, что ты отработал, например, в фирме 10 лет. Ну, казалось бы, ты заслуживаешь хотя бы там разговора, что тебя поинтересуются, да, вот куда ты уходишь, а почему ты уходишь. А так тебе молча подписали и вроде бы как забыли. Ну, на самом деле, конечно, это не так. Начальник он тоже человек, да, вы же с ним вместе работаете, каждый день общаетесь, звоните друг к другу. Ему вот точно тоже любопытно, почему вы уходите. Но вот он с вами не говорит не из неуважения к вам, а вот наоборот, из уважения. Потому что вы человек взрослый, да, вот вы приняли, значит, серьезное, обдуманное решение. Ну, и толку расспрашивать. Спрашивать, куда уходишь. Ну, как-то сейчас уже не принято, да, вроде люди, вот я уже говорил, пока там обработаются на месте, там обживутся, обзнакомятся. Мало ли что там может случиться. Спросить, вот что не устраивает, ну, наверное, до этого момента уже какие-то разговоры были, да. Единственное, конечно, если вы там сгоряча, вот какой-то конфликт у вас произошел, вы сгоряча написали заявление. У меня так, кстати, тоже было, что мы где-то в Тобольске работали, и там у нас палатка была, и один ноутбук на пятерых мастеров был всего. И что-то мы там столпились, схему с утра эти рассматриваем, да, где что. Раз прораб такой, а что вы тут собрались, тут, блин, работать не хотите. Я говорю, слышь, ты, все, прощаемся. Пошел, написал заявление там руководителю проекта, он такой, Макс, слушай, не, иди работай, не сейчас. Я пошел, успокоился, как бы день-два, вот, и в нормальное русло все вошло. В остальных случаях, когда вы спокойно пишете заявление, ну, просто не ждите, что вас начальник начнет отговаривать, ибо, ну, какой смысл, да, вот еще раз говорю, не то, что он вас не уважает, там, не сожалеет, там, ему все равно, нет, не все равно, если вы хотя бы средний специалист, все-таки это потеря, да, для организации, потому что взять новенького на работу, как вот в прошлом видео говорил, это примерно вот по трудозатратам вот его оформить, обучить, пока он там в курс дела войдет, со всеми познакомиться, это примерно, вот, высчитали, что полугодовая зарплата. Поэтому в этой ситуации не надо расстраиваться, не надо, там, жаловаться, не надо, супруги, там, представляешь, там, Надя 10 лет отдал фирме, знаю, мне там каждая собака знала, хотя бы мне вот этот Александр Иванович меня бы спросил, да, а что ты там, Михаил Иванович, увольняешься, да, можете, ничего, молча подписал, давай бутылку, буду, значит, это. Вот, не нужно расстраиваться, жизнь, она, штука сложная, да, смотрите на будущее с оптимизмом, вот. Просто, еще раз повторю, нужно к этому быть готовы, именно готовы к смене работы, да, что произойдет все быстро, и никто вас держать, там, уговаривать, расспрашивать на старом месте не будет. Не потому что вас не жалко, а потому что именно, ну, во-первых, нет смысла, да, во-вторых, все-таки вы человек взрослый, и приняли такое серьезное и самостоятельное решение, пошли на такой шаг. Спасибо за внимание, надеюсь, информация была полезна. Если да, не забывайте, конечно, ставьте лайки, оставляйте комментарии, как вот ваша организация проходит, может быть, у вас начальник, руководитель вызывает на беседу, на такую серьезную, да, типа, там, Виктор, зайдите, пожалуйста, вот, после пяти ко мне в кабинет, с вами нужно говорить хотим, да. Вот. Как вы вообще смотрите нахуй то, что рассказал, да, что порой с человеком, который не один, возможно, десятка лет отработал в организации, просто лучше подписаться и прощается. Спасибо за внимание, всем успехов в труде, безопасной работы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok